Продолжаем тему настроек гитар. С лысполанной гитарой мы закончили. Теперь беремся за стадокастер. Гитару нужно убрать, чтобы не мешалось. Настройка гитары на коленке. Как вам удобнее будет дома настраивать, чтобы не обращаться лишний раз к мастерам по этим мелочам. Все сами можете подгонять. Так же, как мы с лысполом делали, смотрим на лады. Здесь лады у нас в нормальном состоянии. Чуть-чуть есть протертости незначительные. Скоро будет необходима шлифовка ладов. Человек поставил другой калибр струны, поэтому у него гитары не строили. Что лыспол, что страт. Струны были тоньшего калибра. Он поставил толще. И как задрало тремоло систему. Задрало. Видно, да? Вот. Что мы делаем? В первую очередь мы сейчас просто спустим чуть-чуть струны. То есть, как будто мы устанавливаем заново струны. Сейчас приводим в то состояние, как будто мы поменяли струны. Он уже сам поменял. Мы просто сейчас их ослабим. Так, тремоло система опускается. На болченых грифах в первую очередь проверяем, насколько хорошо прикручиваем гриф. То есть, это без натяжения струн. То есть, сейчас они как сопли. То есть, мы берем и при необходимости дотягиваем О, чтобы гриф прижался к корпусу. Это нужно для передачи вибрации с грифа на корпус. Лучше будет придавлен гриф к корпусу, тем лучше будет придаваться вибрация. То есть, с дури не давим, просто прокручиваем. Все, вот они. Дальше не идут. Стараться с силой закручивать не нужно. Нужно, чтобы просто гриф притянул к корпусу. Если с силой, вы можете просто сорвать резьбу в дереве гриф. Давить так же не надо. То есть, вот туда давить сильно не нужно. Потому что бывает, если ослаблен винт, мы им можем продавить резьбу внутри грифа деревянную. Это тоже плохо. Там от самореза уже нарезана резьба. И нужно, чтобы по ней винт проходил спокойно. Но струны обязательно нужно либо убрать, либо ослабить. Это первое, что. Сейчас так же нужно открутить без крышечку. И лучше даже ее зафиксировать. Потому что при настройке гитар с тремоло системой, на пружинах она будет нестабильно болтаться. Это усложнит подстройку гитары. Тремоло систему отстраиваем в последнюю очередь. Чтобы не потерять винтики, лучше использовать магнит. Даже лучше, чем в коробочку складывать. То есть, коробочки не тоже могут убежать. Ух ты, как классно. Видите, как человек сделал, чтобы у него не создавался эффект пружинного ревербератора. Молодец. Прикольно. Откладываем. О, да, не звенят. Видите, какой способ. Не только можно подложить поролонку снизу, но еще и вот таким способом. Что нам еще нужно сейчас сделать? Сейчас мы притягиваем тремоло систему к корпусу. Все, тремоло системы, реглан и корпус. Но это еще не все. Нужно найти какую-нибудь вставочку. Опа. Где она? А, вот. Тут у нас киль слишком толстый. Вот эта штука не подошла. Но это не беда. Находим медиаторы. Что у вас еще есть? И фиксируем ими любыми щепками. Лучше твердо. Не пластик, не пластмассовый. У вас медиаторы пластмассовые. Ну, что-нибудь твердо. Монеты. Монеты, деревяшки. Блин. Что, зафиксировала что-ли? Нет. Вот так. Что-то не мешало. Мы зафиксировали тремоло систему. Она сейчас никуда не уйдет. Сейчас мы смело можем работать со струнами. Она не будет качаться на пружинах. Далее. Лады посмотрели. Смотрим прогиб. Теперь болченый гриф. То есть, как я рассказывал на вклееном грифе, мы смотрим от лада, где заканчивается корпус. На болченых грифах всегда смотрим прогиб от последнего лада и первого. То есть, просто пальцами. Никаких приспособлений не нужно. Берем первый лад, последний лад. И в районе седьмого, где-то в середине, в районе седьмого или дальше лада, мы смотрим прогиб. Прогиб большой. Видно, как струна входит. Это слишком много. Притом, эта гитара не настроена. То есть, кто смотрел отстройку Les Polo, должны знать уже, что прогиб проверяется при настроенной гитаре. Сейчас у нас гитара не настроена с ослабленными струнами и гриф прогнутый. Ух ты! Сейчас начинается самое интересное. Это классический фендер, у которого настройка грифа через пятку. Тут даже есть вырез, но он нисколько нам не поможет подлезть туда ключом или отверткой. Для этого нам придется все откручивать. Самое западло изобретение фирмы Gibson. Фендер. Ой! Фендер, 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 фендер. У Gibson все проще. У Gibson ключик можно подкрутить. Так. Вот он гемор и начался. Кстати, легенду про регулировку анкера со спущенными струнами как раз запустили фендер. Потому что у них вот такая проблема. Они начали выпускать гитары, у которых нереально при настроенной гитаре отстроить прогиб грифа. И поэтому нужно ловить этот момент. Это очень геморно. То есть получается нам нужно убрать струны. Поймать какой-то там прогиб. Опять поставить струны. Опять натягивать, искать. Если что-то не получилось, снова все снимать. Это ерунда полная. Сейчас гибсон даже стали делать, как у мюзикменов. Колесико, которым можно регулировать. Это вот старая модель. Под старую модель сделано. Очень гемор начался. Веселый. Может вопросы какие-нибудь есть, пока откручиваю? Ну, если там смотрят, пусть. Так-то мы просто записываем видео на самом деле. Удалять эту трансляцию не будем. Она будет висеть на Ютубе. Ну и ВКонтакте, естественно. Потом перезальем на Ютуб. Просто часто спрашивают, как отстраивать гитару на коленке. В домашних условиях. Без всяких специальных инструментов. Которых, на самом деле, даже нет необходимости. Никаких щупов, линеек специальных покупать не нужно. Все это можно сделать и без этого. Как раньше и делалось, когда не было интернета. Так как я занялся гитарами еще до появления интернета. Вообще в мире. Видео просто не было. Мы всяких этих глупостей про всякие линейки не знали. А гитара встраивали. Сейчас попробуем хитрость одну сделать, если получится. Если будет достаточно длины проводов тембр-блока, и тут нам может понадобиться стол. Сейчас стол подготовлю. Столик, я надеюсь, у всех есть. Не совсем специальный инструмент. Так, надо что-нибудь постелить. Все в домашних условиях. Любые покрывала. Мы на море загораем эти штуки. Пропитана Балтийским морем. На черное не возили? На средиземное не возили? Ого. Так. О, как все передавилось. Вот еще один лайфхак. У всех же есть коробочки от струн. Это не реклама-то я дарю, просто то, что первое попалось. Все-таки, видимо, там проводка. Чуть-чуть еще. Лучше, конечно, просто снять. Не лучше, а надежнее будет снять струны. Но я вам хочу один способ показать. Если, конечно, все получится. Это я козырьком задел. Ничего со струнами не случилось. Тэкс-тэкс-тэкс-тэкс. Блин, мне уж не придется снимать струны. Ох ты. О, все нормально. О, 0. Так. Есть доступ? Блин, и тут доступ не очень хороший, чтобы вам показать фишку. То есть, если бы у нас к пули был доступ в таком состоянии гитары, мы бы могли, сняв пигард, отрегулировать прогиб грифа, но тут навряд ли подлезет отвертка. Поэтому все-таки придется снимать. Да, она не подлезет. В общем, один из вариантов. Если у вас есть доступ к пули при снятии пигарда, вы можете просто настроить гитару через тюнер на телефоне, либо прищепку, которая ловит звук гитары, то есть не через электронный тюнер, через подключение провода, и отстроить прогиб грифа просто при снятом пигарде. Здесь у нас получится, что нам нужно все-таки убирать гриф. Так, посмотрим, там такой прогиб серьезный. Проще бы, конечно, было с линейкой, но будем показывать, как это делать без специальных приспособлений. Ну, вертушку лучше всего купить, ребята, это полезная штука. Она ускоряет процесс. Странный дефект струны. Струны новые, а вот она так вот и загнута. Притом одна. Ладно. Осторожно откручиваем гриф. Ничего себе, да? Какой звук. Видимо вдавилось в лак. Вот такое бывает. Без прокладки пластиковой. Кстати, пластиковую прокладку рекомендую убирать, если у кого на гитарах она есть. То есть на фендерах она сразу же не ставится. Это прокладка для транспортировки. Чтобы как раз не было такого вдавления и гитара была продаваемая. Внешний вид не портился у нее. А когда вы гитарой уже пользуетесь, лучше без этой накладки. Сами поймите, если бы эта прокладка была важна, то фендер бы ставили такие прокладки. Но так как они продают свои гитары в кейсах, эта прокладка им не нужна. Когда гитары продают в коробках, три транспортировки это шайба резиновая или пластиковая. Она защищает от повреждений гитару. А, где щелкало, почему-то тут какая-то фигня была. Гитара старая, она как приклеилась. Вынимаемся. Кстати, вот тоже момент. Гриф. Он не прямой. Он чуть-чуть под наклоном не выйдет. В сторону первых ладов. И когда вы вытаскиваете гриф, не дергайте его в эту сторону, а спокойненько приподнимайте пальцем, чтобы она вышла вверх. Если вы будете выдирать, часто здесь вот такие трещины появляются. Здесь вот сейчас нет. Просто вы выламываете эту часть корпуса, когда дергаете гриф. гриф. Поэтому нужно его вынимать вверх. Вот. У нас все так хорошо припаяно. Поэтому мы так смело все крутим, вертим. Если это что-то отвалится, то можно будет припаять заново. Так, все нормально. Гриф у нас. Что у нас с грифом? Ладно. Посмотрим. У грифа винят небольшой прогиб. Даже в расслабленном состоянии. Берем отверточку. Если у кого ключ, ключ. Проворачиваем. Вот, кстати, следующая легенда про 45 градусов поворота. Почему Fender придумали? Это Fender опять же придумали такую легенду. Это небольшая часть ходьбы анкера, которая натягивает анкер. И они говорят, что сделать на 45 это для чего? Ты сделал на 45 градусов, прикрутил, посмотрел. Чтобы был запас на работу анкера. И вот эти 45 могут потом попасть в нужное направление. В нужное натяжение. Вот такая история. Мы здесь даже чуть-чуть побольше сделаем. Нам нужно, чтобы гриф стал ровненький. То есть, ну, как гриф. Вы же все любите смотреть. Как я заметил. Блин, нет. Это отсвечивать будет. Давай на дверь. Так вот проще. Вот он стал ровненький. То есть, мы смотрим по этим ребрам. Можно чуть-чуть сделать натяжение с запасом. Потому что, когда мы струны установим, прогиб снова появится. Так же чуть-чуть поможем анкеру. Как в прошлом видео про лыс полы. То есть, как я объяснял в видео про лыс пол. Что односторонний анкер. Это там один прут. Здесь шайба. Здесь фиксатор анкера. Который не позволяет ему крутиться. Он фиксируется. И они, когда закручиваешь пулю, начинают сжиматься. Есть небольшой запас. Советы якобы подождать сколько-то дней. Как там анкер встанет. Или часов. Это можно помочь анкеру. То есть, получается, что шайба с этим фиксатором. Стопором. Они чуть-чуть вдавливаются в дерево. Мы вот таким вот способом. Чуть-чуть им можем помочь. Встать на место. Опять проверяем. Теперь он зафиксирован. Сейчас проверю кое-что. Можно перед работой смазать. Вывернуть пулю полностью и смазать ее маслом. Вот. Маслом, например. Да любым маслом. Лучше всего, которое не пахнет. Это как машинки. Эти швейные. Для машинных швейных. Это все продается в магазинах. Для машинных швейных. Это как-то даже называется. Что-то я не помню. Но еще масло, которое не пахнет. Можно смазать всю пулю. Или даже можно литолом. Чтобы смазка была. И тогда легче будет регулировать анкер. Вот. Все. Проверили. Это видео у нас получится, наверное, затянутым. Вот из-за этой ситуации. С грифом. Важно, чтобы винт проходил через корпус свободно. Если винт не проходит через корпус свободно, значит, не будет такого эффекта придавливания грифа. Ой, это я про корпус же. Если через корпус будет свободно гриф, он будет придавливать гриф к корпусу. Если же винт не будет свободно ходить, он просто в резьбе, которая в корпусе, будет высовываться со стороны грифа и может быть зазор, который никак не уберете. То есть нужно, чтобы винт прокручивался свободно. То есть это как можно сделать? Сейчас. Смотрим. Вытаскиваем всегда через верх. Берем винт. Так. Вот на колец. Вот если он не проходит. Сейчас имитируем. Вот мы его вкручиваем. Вот вкрутили. И потом делаем прокрутку, срываем резьбу внутри корпуса. Она там не нужна. Вот. Если будет трудно отверткой это сделать, то нужно будет подобрать сверло и просверлить. То есть тут уже никуда не денешься. Это про бюджетные гитары говорю. Там часто такая штука может быть. Вот. Сейчас мы можем подготовить. Потом четко через верх вставляем. Продолжение следует. Нет! Полонق espera. Крик. Тринга! Лучше всего прикручивать крест-накрест, противоположные по диагонали винты, так гриф ровнее встает. Когда мы все прихватили, гриф прихватили, вот он в нем уже крутится, не нужно никогда давить на саморез, чтобы не сорвать резьбу внутри грифа, о чем я уже говорил, то есть спокойно, вот так вот, мы просто придерживаем и крутим, там уже резьба есть в грифе, и она будет просто по этой резьбе, на винтики спокойно заходит, давить не нужно, мы просто тогда сорвем резьбу внутри грифа. Вот сейчас уже начинается подтягиваться именно гриф к корпусу. Вот. Так. Кстати, важнее всего вот эти винты на оболченных грифах, они держат, на них больше всего нагрузка при натянутых струнах, а эти более, ну так, выполняют роль направляющей, то есть это фиксирование грифа, чтобы он не болтался, все, сейчас гемор продолжается. Как я уже говорил в видео про ЛЭСПОЛ, начинаем натягивать струны с толстых, сейчас, так, еще фишка, так как калибр струн изменился, нам нужно в расслабленном состоянии седла подтянуть на максимум, это для того, чтобы, когда мы будем отстраивать мензуру, чтобы рабочая часть струны не нарушалась ездой седла, то есть чтобы нарушалась у нас только задняя часть вот этой струны, а спереди все было хорошо с витками, обмотка, чтобы не нарушалась, но и также не прогибалась, ой, не снимался материал с тонких струн, со стороны рабочей струны. Если калибр струн не меняется, то есть когда вы отстроите гитару и поменяете на тот же калибр, мензуру можно даже не трогать, она будет строить. Следующий этап, ух ты, она короткая, короткая струна. О, тут тоже момент нужно снять. Вот у Fender хорошее изобретение вот с этими колками, колковыми механизмами, то есть в валик можно вставить струну в это отверстие и не будет зацепляться она. Так же как у бас-гитар. Бас-гитар у всех почти такая, ну в основном система наматывания струн. То есть не нужно струну класть в этот разрез. Нужно засунуть именно в серединку. И потом витки вниз ведем. Так, следующее. То есть вот так вот струну класть не нужно. Виток за витком. А разве это лучше? Лучше ж. Что значит? Так наматывать, я так поняла. Втыкать. Это для этого и придумано. Это отверстие. не будет торчать никаких кусков, которые вам там, ну и рукой бывает, пальцем колетесь. Либо чехол повреждается. И строй лучше держит. Потому что такая система фиксации струны более стабильная. Можно даже сказать, как локовый. Сильнее она держится на колковом механизме с такой системой. Вот я уже пальцем держу и мне даже удобнее, чем если бы я в отверстие втыкал. Супер красава. Виток за витком. Про намотку струн у меня уже есть на ютубе видео. И для стратокастеров, ЛСПО, подобных гитар. Там всё это рассказано. Как наматывать и почему. Без всяких струн. Вот так же втыкаем. Пружинка. На гитаре такие колки видите? Очень удобные колки. Не знаю, отдельно такие продаются. Но я их только на Fender вроде видел. Лучше покупайте локовый. Если вы хотите менять колки, то покупайте локовый. И не с Aliexpress, которые развалятся у вас. А какие-то нормальные. Это вам облегчит. Намного легче всё будет. И менять струны. И строй держать они будут нормально. По локовым колкам, кстати, тоже там есть свои нюансы. Но это как-нибудь потом. Сейчас мы по отстройке. Не знаю, наверное, у кого там бюджетные гитары. Тут столько лишнего сейчас. Но сейчас современные Fender намного лучше стали делать. И анкерная система легче регулируется. Это вот старый тип, как они были. Осторожно рассматриваем. Ты только ремонтируешь или ещё играешь? Нет, только ремонтирую. Уже давно не играю. Ремонтом занимаюсь просто больше, чем играю. Как это по-русски-то? Некогда мне играть. Я уже выбрал свой путь. Мне больше нравится отремонтировать ребятам гитары. И потом наблюдать, как они с этими гитарами где-то выступают. Пишутся в студии. Мне это намного интереснее, чем самому где-то выступать. Потому что, если выступать, это надо репетировать. Постоянно практиковаться в игре. На это времени нет. Мне интереснее именно заниматься ремонтом гитар. Так. Заговорился я. Сейчас опять струнило. Для жены играет. Даже учат иногда. Да? Да? Что? Я? Сиренада. Кто? Это кто? Спрашивает. Спрашивает. А для жены играешь? Нет. Она сама учится. Ну как? Учишь же. Я подсказываю. Я не умею. Нет, не сиренады. Сиренады как-то нет. Да я вообще ни для кого не играю на самом деле. Даже вот, ну, где-нибудь тусуемся, да? Вообще же редко играю. Он только сочиняет. Когда? Кто тебе такое сказал? Ты людей не вводи в заблуждение. Я больше импровизирую. Когда отстраиваю гитару, бывает такая фишка. Берешь гитару, отстроил и прям вдохновение какое-то там поиграть. И начинается что-то импровизация. Мне больше нравится оживлять инструменты. И на них уже люди играют. Мне это больше удовольствия получаю, чем от игры. Чтобы играть на гитаре, то надо практиковаться. Несколько часов. Александр Кириченко, давай учи сиренады. Александр Кириченко сам неплохо играет сиренады. Это вообще один из лучших гитаристов, которых я видел в России. Понял, Александр? Вот, кстати, вот пример тоже. Есть обзор на отстрой машины типа Flood Rose? Нет, нету. Ну вот, принесли гитару. Прикол-то, кстати, тоже. Кто истории мои смотрит, знает про этот прикол, да? То есть, в честь этого Flood Rose. Видите? Зажаты струны. И вот потом мы ждали, и нам струнки ру прислали сухарики. На струнки ру за неделю пришли сухарики. Очень удобно. То есть, человек пришел, мне принес на отстройку гитару и говорит, как я ее буду отстраивать? У нее... Мы уже от темы, да? Ну, в общем, с Flood Rose, наверное, попозже запишем. Да, можем. Да, можем. Вот Flood Rose. В общем, это потом... Не знаю, когда... Ну, не сегодня точно, потому что мне надо плоды отшлифовать там гитары к завтрашнему дню. Так. Александр Кириченко куда-то жену свою делал. Пишет, что у него ее нет. И ржет. Жены? Угу. А, вот, случай про Александра Кириченко. Это вообще преподаватель гитары и очень хороший гитарист. Вот. Был прикол. Приходит он ко мне, там, ну, со своими гитарами. Я ему дал в руки советскую гитару Тоника. У которой, наверное, вот такое расстояние струн от грифа. Вообще она не отстроена. Струны с советских времен не менялись. Ну, вот как вот она мне досталась. Я так ему в таком виде и дал. Я не помню, как мы ее подключили. Там... Ну, в общем, какая разница. Мы, в общем, эту гитару как-то подключили. Вот. И он начал играть. Вот-вот сразу же. Понимаете? Струны вот на такой высоте. И не стал там, вот, мне там неудобно. Вот это я понимаю. Этот профессионал... ...взял и начал чувствовать... ...и все... ...я понимаю, это нормальный гитарист. Ну, и, конечно, преподаватель хороший. Потому что он научит детей, как чувствовать инструмент. И не обязательно там играть на супер дорогих фирмовых гитарах. Можно любой по бюджету твоему инструмент подогнать под себя. Вот. Тут еще вопрос. Если не стил новым был разрешен, как к ним относишься, как к мастеру? Это кто? Это кто? И какой конфликт? Я даже не знаю. Поподробнее. Мы не в курсе нашего конфликта с ним. Я даже не знаю, о ком речь. Так. Заново сейчас приходится, наверное, накручивать струны. Потому что я забыл пигарт установить. Кстати, я давно ушел из интернета, как активный пользователь. Там посещение разных тематических там, ну, не форумов, пабликов больше. То есть, уже давно, ну, года три, наверное, не администратирую. Я блог. Ну, джа блог. Занимаюсь ремонтом и изготовлением медиаторов. И во все эти конфликты, разговоры, уже мне давно не интересно, это очень отнимает много времени. То есть, может быть, ну, может быть, тогда это что-то было. Привет, гитара сколько стоит? Какая? Ну, видимо, это. Да я откуда знаю? Еще один человек пишет, подари гитару. Это все гитары, которые принесли на обслуживание, это не наши гитары. Да, тут наших, наверное, раз, два, три, четыре, пять. О, пятая вообще шикарная наша. Это сын сделал 3D ручкой. Зашибись, кто это пришел? Так, ладно, я пока подержу. Сейчас я натяну струны. Это японский фандер у нас. Хозяин фанат группы Red Hot Chili Peppers. И вот он искал модель как у гитариста Red Hot Chili Peppers. И вот нашел в японском исполнении. Так. Подержать телефон. Так, сейчас жена придет, поможет. Так, что у нас есть? Это у нас надо убрать. Пока вставляю винтики в пигард. Так. 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 воевод в гулов. но примерно сколько что примерно сколько гитара стоит не знаю это мне принесли на отстройку я не спрашиваю сколько стоит гитара отстройку иногда бывают раз говорят сами а так меня вообще не волнует сколько стоит примерно пишет примерно сколько вообще сходить добрый день я там уже ответил прочитал блин на стадионе продуло меня ходили на рыбе у меня на страте значит начала ладить 6 струна а в субботу уже играть на сцене с группой подними седло повыше седло повыше подними и все если это так а так нужно смотреть может там шлифовка ладов нужно возможно самому натяжение манкера это исправить самостоятельно натяжение манкера исправить можно все самому главное понимать как работает анкер то есть нужно будет видео посмотреть этом ранкер вот про гипс ой про лыс полу рассказывал сегодня до этого да можно просто ослабить например ранкер но струны будет чуть выше либо приподнять шестую струну на просто седло приподнять чтоб она была выше может у тебя водит от порожек про порожек я тоже ну может сейчас тоже расскажу про порожек бывает что пропилится вот эта часть порожка она ниже станет и будет долбиться первый лад например ну тогда лучше конечно анкером поднимать то есть ослабить анкер да это из-за порожка делаем фокус не успела снять некоторых от моих фокусов инфаркт как помню приносит человек гитару взрослый такой же где-то спасибо огромное я увидел пропил на порожке приносит кастомный фендер пять или шесть тысяч долларов он стал я даже не знал ну просто принес человек на отстройку и там него чуть-чуть зацеплялись вот лады видимо усохла со временем так хранили гитару хоть она и дорогущая но все равно есть вот эти моменты что она может усохнуть но и тут лады царапались но я что сделал я взял мастер мне мастерская не здесь на меня внизу и взял гитару понес к себе в мастерскую открутил гриф и начал выравнивать вот эти вот то что торчало у ладов все подрулил и приношу гриф приношу гриф в руках человеку который отдал гитару там за пять шесть тысяч долларов я приношу гриф и вот когда я только захожу в комнату у него ужас в глазах просто у человека м подаю гриф потрогаю не царапается просто снял поэтому некоторые моменты которые тут делаю не всегда лучше показывать хозяин хозяева и вот таких случаев было несколько это не один случай был что люди были в шоке когда открученный гриф от и гитары приносит на пробу но просто вообще рекомендуется если гриф отвинчивается то работа с с ладами всегда должна производиться без корпуса потому что при малейшем неправильном там ну мало ли как можно надавить то могут винты про какого разрушить резьбу внутри винты эти металлические разрушить резьбу внутри грифа поэтому лучше аккуратно снять и работать чисто с грифом это вклеенные либо как сквозняки вот там приходится все делать с грифом гриф блин приходится делать когда корпус на месте никуда он не денется так здесь машину все нормально следующий этап пошел на чем тогда остановились смотрели лады анкер покрутили анкер то мы покрутили проверить бы теперь хочу проверять все уже нормально гитара готова так упс столик на колесах удобно покупайте столики на колесах играет ничего себе просили в прошлом видео вот вам тюнер на на табуретке старенький тюнер я где-то в девяносто тысяча девятьсот девяносто пятом году или четвертом купил когда у меня на сцене сломался пластиковый тюнер был а ты можешь сесть был пластиковые прямо перед выступлением я раньше выступал в девяностых годах и он накрылся я потом нашел такой же металлический который можно пинать толкать по сцене прыгать не будьте истуканами на сцене играйте двигайтесь не бойтесь заложать люди приходят на концерт на шоу а музыку они могут послушать и вконтакте ки просто так следующий наш это смотрим мы сейчас настраиваем гитару в тот строй в котором они играют настраивать лучше с толстых струн чтобы они задавали уже прогиб грифа если настраивать с тонких струн то строй все равно уплывет вот вы первые струны настроили как начали натягивать толстые струны гриф чуть-чуть согнется и строй сразу же уплывет у тонких поэтому не делайте лишних движений лучше настраивайте с толстых и чуть-чуть подтягиваем чтобы все витки и якоря за которые держатся струна стали на свое место чтобы больше не тянулись сильно конечно тянуть не нужно просто помогаем вот например вот сейчас мы видим что струна перетянута мы чуть-чуть подергали раз это уже струна стал на свое место поэтому мы чуть-чуть как я говорил в прошлом видео опускаем струну больше чем нужно и настраиваем только в натяг строить настраивать гитару ослабляя колок не советую потому что это я тоже рассказывал в видео про настройку без пола то устройство колков лучше всегда настраивайте гитару в натяжении за тех кто забыл мы зафиксировали тремоло систему чтобы она не шевелилась на пружинах любыми способами вот я нашел просто несколько медиаторов воткнул но не пластиковых но не пластиковых да то есть нужно либо монетки либо деревяшку либо что-то из прочного материала не резина не пластик потому что они будут они будут прогибаться от натяжения а Сейчас мы смело настраиваем гитару, не боясь, что поплывет в строй из-за того, что тремоло-система на пружинах, поэтому мы ее фиксируем. Нам сначала нужно настроить гитару, а потом уже работать с тремоло-системой, поэтому ее на время натягивания струн от стройки лучше ее зафиксировать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот момент. То есть мы начинаем с толсты струны настраивать, идем к тонкой и обратно проверяем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Найдите какую-нибудь мелодию, которой вы можете проверять, как играет гитара. Я использую, как об этом уже говорилось, всегда вот эту, которой все струны задействованы в этой мелодии, чтобы проверить, как она изучит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это атаку проверяем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звук сейчас мы слышим неяркий. Проверяем. То есть мы сейчас находимся в положении НЕК. НЕКового датчика. Смотрим так же, как я объяснял в ЛЭСПОЛОХ. Нажимаем струны, чтобы они легли на гриф, и смотрим высоту сердечников. То есть если у нас есть запас для яркости звука, нам нужно приблизить, ничего не измеряя, просто приблизить к струнам, чтобы сердечники не задевали. То есть струны, чтобы не задевали. Например, если я сейчас слишком высоко его поднял, при игре он может вот так задевать. То есть тоже момент, кстати. Можно вот так надавливая струну, пока не задел сердечник, струна в первую очередь должна лечь на последний лад. Вот сейчас она еще не легла, а сердечник уже задевает. Я сейчас переборщил. Чуть-чуть опускаю. Опять берем струну, давим. И вот сначала… Не знаю, слышно? То есть это удар… Сейчас я погромче сделаю. Струна сначала задевает лад, а потом сердечник. Смотри. Вот это звук сердечника. То есть нам нужно, чтобы высота струн была такая, что при нажатии за сердечником струна сначала задела последний лад, а потом уже пришла к сердечнику. И ничего измерять не нужно. Вот я сейчас приподнял, и у нас сразу же здесь сердечник задела. Вот. Вот. Это звук струны удара по последний лад. Ну, тут сердечник далеко, поэтому ничего страшного. Так, теперь смотрим, что у нас получилось. О! О! Ты еще громко прибавил. О! О! Я могу сейчас заново это сделать. О! 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 То есть, а было у нас вот так. Грубо говоря. Грубо говоря. Примерно запомнили, да? О! О! Отзывчивая сразу же какая-то. О! 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 Это мы отстроили нековый датчик. Ну, вроде они. О! 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 То есть, бриджевый нам даже отстраивать не нужно. Он на нормальной высоте. Ну, на всякий случай, покажу. То есть, если мы его чуть опустим. Видите какая громкость как меняется Нековый датчик звучит на порядке Это за то, что бриджевый датчик опущен слишком низко По бриджевому датчику Мы также поднимаем его до того момента Можно его чуть выше Если, например, при игре будет задеваться сердечник То нужно будет просто его чуть-чуть опустить В основном это проверяется не пальцем А вот когда вы медиатором играете Это просто удар медиатора А сердечник не задевает Вот сейчас он даже громче чем Поэтому мы его можем чуть-чуть опустить И вот как вы это можете размерами Измеряя понять Вы должны слушать То есть вот вы отстроили один датчик И под него уже подстраиваете То есть не должно быть сильного перепада Потому что во время какой-то композиции Вы можете переключаться с Некова на бридж И у вас не будет перепадов звуки И вы звукооператору не будете орать Что он говно или кто он там Что-то звук говно А у тебя просто гитара не отстроена И вот представьте Вы переключаетесь А у вас звук упал Из микса вы вывалили Звукооператор сидит Раз Сейчас вывел тебя погромче Ты переключился У тебя этот громче Или тот датчик И ты опять вывозился В общем лучше отстроите гитару И меньше проблем со звукооператорами будет Это у нас нужно приподнять седло Так Ну Сейчас у нас гитара настроена А вот смотрите Опять же Как про гипсон было Ой Про лес пол Про лес пол Как было Струны Я сейчас просто забыл про это Вот мы, например, посмотрим с пятой Видите, она перетянутая То есть она чуть-чуть перетянутая Это из-за того, что магнитное поле Сердечников От датчиков Чуть-чуть начал притягивать Ну, струны стали Ой Сердечники стали ближе к струнам И они начали чуть-чуть к себе притягивать Струну И поэтому получается эффект Перетянутой струны То есть после каждой Манипуляции С гитарой Необходимо проверять строй То есть у нас строй Пул только из-за того, что мы Отрегулировали высоту Дальше Так Ну, середка нормально То есть мы сейчас проверили Все громкость Ну, всех датчиков Middle трогать не надо Он нормально сейчас В данной ситуации То есть у нас получается Что проблема была именно в неке В нековом датчике Он был слишком низко Так Теперь Смотрим мензурку Это она сейчас в магнитном поле летает Вот почему нековый датчик был опущен Что у нас Просто я сейчас начинаю повторяться То же самое рассказывал На отстройке лос-пола Мы проверяем Открытую струну Мне удобно Смотреть мензуру На тринадцатом ладу То есть Если вам удобно на двенадцатом Не обращайте Ну, делайте то же самое Просто на двенадцатом ладу Так Сейчас я услышал древеск Это Ага Нужно Чуть Уменьшить мензурку Уменьшить длину струны Еще Видите Если бы Седло было впереди И мензур бы не хватало И нужно было отодвигать То бы мы внизу Оплетку бы нарушали Ходом седла Сейчас мы нарушаем Оплетку только Вот в этой нерабочей части Это не страшно Для струны То есть Если бы мы Вот здесь начали Шевелить седло И отодвигать его То Оплетка бы Промялась Но это не очень хорошо Так же Как например На безоплеточных Там просто снимается Часть материала И струна потом Может лопнуть Если седлом ходить Туда-сюда Потому что Здесь вибрация Струна играющая Она вибрирует И тут Если будет протерто Она просто будет Тут лопаться Если протерто будет С этой стороны Ничего страшного Потому что В основном Вибрация Сильнее здесь Чем здесь Тот же секретик Например Мы отстроили Толстую струну Верхнюю В данной ситуации Это шестая струна И получается Что у нас седло Чуть дальше Смело Подкручиваете седло Даже без отстройки На уровень Этого седла То есть Мы пятая Сейчас выровняли Пятую струну С шестым седлом Потому что Сейчас Даже будет проще Настроить мензуру Это физика Чем толще струна Тем дальше Мензура И поэтому Те струны Которые тоньше Мы можем смело Подвигать На расстояние Толстой струны Вот И еще чуть-чуть Во Теперь Ре Желательно Приподнять седло Что там такое Также Никаких измерительных приборов Здесь не нужно Вот мы При настройке мензуры Поняли Что Данная струна Требует Быть Немножко выше Еще чуть-чуть У фендероподобных Гитар Зачастую Маленький радиус То есть Это очень большой Сильно скручен Лад То есть Маленький радиус Он Больше скрутка Большой радиус Более ровный Вот И когда На маленьком радиусе Струна При бендах Может задевать О, следующий лад При натяжении Вот такой Звук возникает И поэтому Нужно выстраивать Именно Примерно По этому же радиусу Но на самом деле Радиус Не точно такой же Как здесь Это получается Более Мультимензурный радиус Так как струны Идут неровно Они идут Немножко по диагонали И вот здесь Радиус Будет не такой Не точно такой же Как на грифе Вот Это одна из ошибок И Фишка Барыг Что они продают Проверку радиуса Настройки Седел Такой Вставляется Под струны И проверяется Типа Такой же радиус Как здесь Никогда не будет Это физика Никогда не будет Здесь радиус Такой же Как здесь Потому что Это идет уже Мультимензурное Как это сказать По-русски Соотношение Струны Если бы были ровно Если бы гриф был ровный То есть Не было бы узкого Этой узкой части Здесь А здесь шире Чтобы Все бы Струны Были бы В одном радиусе Здесь же Еще шире Получается Это тоже Как бы закон физики И поэтому Здесь радиус Не такой же Как например Здесь Его нужно Отстраивать Уже на слух Так как мы знаем Что у нас Четвертая струна Была чуть приподнята Мы желательно И третью Приподнять Вот и вторую Я вижу Получается Небольшой радиус И фишка в том Еще То есть Почему не работают Вот эти радиусные проверки Шестая Пятая И четвертая Струна Они У них радиус Под наклоном Потому что Вибрация шестой струны Больше И она выше Чем первая струна То есть Если бы они были На одном уровне Это одно А когда Струну настраиваешь Всегда Шестая струна Выше чем первая И вот этот радиус Которым Это развод Просто на деньги Не нужно Это приспособление Для отстройки Высоты Седел То есть Радиус Все равно Не будет соблюдаться Тот Который Как на накладке Всегда Первая струна Будет ниже Шестая Выше Всегда Радиус Радиус Здесь лады протерты чуть-чуть. У нас получается верхушка снята от бендов у лада, а вот здесь закругленные лады. То есть эти лады выше, чем эти. Шлифовка – это желательно. Поэтому так задевает. И опять же не работает та система измерения высоты струн на двенадцатом ладом, потому что в каком состоянии у вас лады, в каком состоянии у вас всё – это не зависит от размера. Размер вы не подгоните. Например, сейчас часть ладов срезана, а здесь она больше. Как бы вы ни старались, 2-1,5 мм, она не будет работать, потому что всё равно будут затеваться те лады, которые чуть выше. То есть нужна именно шлифовка ладов для выравнивания. Даже при шлифовке ладов высота струн от ладов тоже не зависит от размера. Размер никак не влияет на отстройку. Потому что вы используете разные струны. У каждого калибра может быть свой размер. Чем толще струна, например, вы берёте комплект 9,46 струны и 10,52. И вот у них при одном строе на одной мензуре будет разная высота над ладами. Потому что те струны, которые толще, у них будет натяжение сильнее и амплитуда струны будет меньше, чем у тонкой струны на ту же мензуру. То есть вы в ми настроили, и вот тонкие струны у вас будут вот с такой амплитудой работать. Чтобы была нота ми, вот такая будет амплитуда. А у толстых струн амплитуда будет меньше при том же строе. Поэтому размер, высота струны от лада никак не зависит при настройке. Тут много нюансов. Самая вредная третья струна. Ещё удобнее настраивать мензуру от этой части в эту, потому что струна будет опускаться, а не натягиваться. Это легче даже будет идти к винту. Если вы будете в натяжении, то вам седло будет придавлено струной. Тяжелее крутить, лучше его на ослабление крутить. так удобнее. Блин, я уже запучился болтать. Никто ничего не спрашивает. Ну а всем всё понятно. Вот сейчас это самая вредная струна, поэтому с ней… чуть больше движений можно сделать. Как я уже рассказывал, что мы можем… такой секретик, что мензуру лучше чуть-чуть не дотянуть, чем перетянуть, потому что при нажатии струны вы можете недотянутую струну довести бендом, либо нажать чуть сильнее на струну и она придёт в нужную ноту. Если струны у вас будут чётко, мензура чётко стоять на ноте, то есть в данном ситуации будет три положения гореть, да? И при нажатии вы просто можете вот так вот сделать, и у вас… это я просто нажал пальцем. Просто нажал пальцем. И уплывёт строй. Вот. То есть более подробно про это я говорил в видео при настройке Les Polo. И также фишечка в чём? То есть здесь мы чуть-чуть не дотягиваем. Тут не чуть-чуть. Надо ещё. Начал рассказывать на самой вредной струне. Челябинск привет передаёт. Челябинск? Не был я в Челябинске. В Екатеринбурге был, в Челябинске не был. Вот. Мы чуть-чуть не дотянули. И проверяем на пятом и на седьмом ладу. Вот они должны быть более-менее ровны. То есть эти струны тоньше, чем на Les Polo были. И поэтому я их могу запросто перетягивать. То есть сила нажатия. Вот я нажал на струну и вот сразу заплыл. То есть нужна техника нарабатывать. Вот у каждого инструмента вы должны тренироваться и привыкать к своему инструменту. С какой силой должно быть нажатие пальца и всё. То есть у вас может плыть только потому, что струны тонкие, а вы сильно нажимаете и строй весь уплывает. То есть гитара может быть настроена, а от плохой техники, ещё не наработанной, может плыть строй. Притом это не строй у гитары плывёт, а это ваше нажимание пальцев сбивает строй. Поэтому большей практики и меньше там. Смотрите, что если вам как-то гитару настроит супер какой-нибудь мастер и вы думаете, что у вас гитара сразу заиграет. Нет, он может его хорошо настроить на инструмент, но он вас не научит играть и чувствовать гитару. Чаще практикуйтесь игре на гитаре и меньше ласьте, что-то пытаться отстроить. Ещё есть один такой способ, как проверить, хорошая ли у вас гитара. Вот вам кажется, что она как-то плохо звучит, что-то в ней не то. Просто даёте поиграть на ней человеку, который лучше вас играет на гитаре. И если вам понравится, как ваша гитара звучит в руках этого человека, значит с вашей гитарой всё нормально. То есть дело в вас. Рассказываю про порожек. Высоту, как и в прошлый раз. Как определить, какая высота должна быть струны от первого лада? Если вот с тюнером, как в прошлый раз снимаем. Берём струну. Ой. Во! 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 Сейчас она просто не в ми. Имейте в виду, что если вы играете в дроп, то струны, например дроп ре, струны должны быть потолще. Потому что вот сейчас струна была просто на тон ниже и уже у неё амплитуда вибрации была другая и она задевала лады. Проверяем открытую ми. Зажимаем фа. Данная высота порожка соответствует нормам. То есть нужно проверять именно при нажатием. Не измерять сколько здесь миллиметров. Потому что это зависит от калибра струн, от натяжения струн, от строя. То есть много факторов. Эти высоты могут быть выявлены только на один конкретный пример. Например, это такая-то мензура, это такая-то толщина струн, это такой-то строй. Вот под этот строй, то есть под эти параметры уже можно что-то измерить и сказать, что это вот так работает. У всех струны разные, мензуры разные, нажатие, сила, прижатие разные. То есть эти размеры ничего не значат. Не обращайте никогда внимания на размеры. Всё делайте под себя. Все гитары отстраиваются под гитариста. Как ему удобно. Не засовывайте себя в рамки этих всех измерительных приборов. Кстати, мне даже один гитарист подарил бессмысленную штуку, как щупы. Вот эти вот. Я ими пользуюсь, чтобы куда-нибудь засунуть в какую-нибудь дырку. Они абсолютно бессмысленные. У них нет никакой фишки. То есть человек купил, чтобы отстраивать гитару, и понял, что это полный бред. Это развод только на деньги. И он говорит, на, тебе пригодится. Я теперь и… А, телефон вскрывал. Вот одни еще помню. Так что это все бессмысленно. Не нужны никакие специальные инструменты. Вот я вам показываю все, что у вас может быть. То есть это что должно быть. Ключи продаются с гитарами. Или можно их купить отдельно, если потеряли. Но отвертки тоже вроде у всех есть. Больше-то ничего не нужно. Но советую всегда потратиться на крутилку для струн. То есть не обязательно такую, которая под все типы колков. Обычную какую-нибудь дешевенькую. Но это облегчает жизнь гитариста. А, я про порожек рассказывал. Опять убежал. Бьем. Струны еще отстают на свое место. Так. Смотрим опять, да? Про порожек. То есть мы проверяем открытую струну. Зажимаем. Она должна на полтона быть. Открытая струна. Так. Сейчас поровняю. На полтона. На полтона. На полтона. То есть высота хорошая в данной ситуации. Если переточить ниже, то у вас будет вот такая струна. Труна будет при открытых долбиться. А первый лад. Вот я вот сейчас перейду. Вот так. Зачем вам это нужно? Вот. А выше у вас будет высить тогда нота. То есть, например, сейчас я попробую передавить. То есть мы берем вот ми. Вот фа. Вот. Видите? Я передавил. И вот она… То есть если пропил порожка высокий, то нота будет убегать. Вот так вот. Как сейчас. То есть это я просто сильно надавил на струну. Это я наглядно просто показал. Если я нормально надавливаю, то все нормально. То есть про это, наверное, отдельно надо. Так, отдельно сниму. Тут мы отстраиваем гитару в том состоянии, в котором она сейчас находится. Без доработок. Небольшой зуд приемлем. Особенно если лады чуть протерты. Вот. И хочется поудобнее играть. Просто не обращайте внимания. Либо наушниках играйте, чтобы его не так слышать было. Ну, на самом деле, зуд гитар, струн – это не так страшно, если бы струна сбивалась нота и сустейн сбивался. Это когда, например, получается, вы зажимаете, в яму упала струна, провалилась, а здесь лады выше. И тогда прям даже сустейн давится. То есть маленький зуд сначала, а потом идет ровно. Это значит нормально. Допустимо. Он даже теперь придет в своей фишке. Так. Теперь, что сделаем с тремоло. Видите, как долго все это? Это из-за болтовни больше долго. Сейчас у нас настроена гитара с зафиксированным тремоло. Нам нужно освободить тремоло от лока. То есть то, что мы туда напихали. как это делается. Сейчас она вставлена. Мы берем отвертку. тюнер. А где? С черной ручкой. И что же мы делаем? Мы берем. Смотрим. Шестая струна. Ми. И начинаем винт натягивать. Затягивать. И смотрим на тюнер. Ну да, с этой стороны. А получится снимать, чтобы одновременно диму было видно? Вот так. О! Потом первую струну. И нижний винтик начинаем закручивать. По тюнеру видно было? По тюнеру, что мы сейчас перетянули чуть-чуть. Проверяем. Проверяем. Шестая нормально. Первая выровнялась. Выровнялась. Это уже хорошо. Смотрим нашу систему. Все еще зажато. Вот. То есть что мы сейчас делаем? Мы натягиваем пружины до того состояния, чтобы вот эта часть ослабла. киль чуть-чуть завис на пружинах и на струдах. И вот эта вся конструкция из наших, в данном случае, медиаторов, она просто вывалится. Проверяем. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хозяин гитары использует тремоло только на понижение. Поэтому не нужно отстраивать на завышение, как у Флойд Роуза. Сейчас пружины свободны. Тремоло-система работает. И все строит. Надо рычагом пружины расковырять. Нужно просто пружины расшевелить и заново подстроить. Некоторые теряют пружинки. Здесь бывают пружинки у тремоло-систем фендеров. И когда вытаскивают рычаг, вылетают пружинки. Они позволяют фиксировать работу ручкой. Чтобы ручка могла в любом положении оставаться. Сейчас мы просто растягиваем пружины. Нужно бы потом еще подстроить. Кстати, настраивать гитару лучше без рычага. Потому что он тоже создает свое давление. И вас будет немножко путать. Немножко поменяли движение. И вот его вес будет влиять на строй. Это про саму настройку гитаря. Когда вы уже тремоло отстраиваете, то естественно с рычагом. То есть мы работаем со струнами. И растягиваем пружины. Смотрим как они работают. Идет перетяжение. То есть когда мы поработали пружинами, сейчас мы видим, что их можно чуть-чуть ослабить. Наверное, всем уже скучно стало. Силья Ви, как говорится. Тут уже ничего не поделаешь. Струйка полностью показана. В прямом эфире. Подгоняем так же, как у нас Ля настроена. Так же перетягиваем Ми. Для чего это делается? Чтобы строй был ровненький. И мы сейчас можем за счет пружин его выровнять в правильную ноту. То есть должны все струны быть расстроены ровно. И все. мы уже подгоняем их. За счет пружин. То есть у жестких пружин будет одна длина. У средних другая длина. У не жестких вообще. Смотрим на тюнер и подгоняем струны. Ой, натяжение. Это не развлекательный канал, поэтому я тут как клоун вам не пляшу, не прыгаю. Если задаете вопросы, отвечаю. Вот так мы сейчас занимаемся стройкой стратокастера. В этом нет ничего смешного. Никто не смеется. Все серьезно. Ну, можно показаться затянутым, но по-другому никак. Если бы я меньше болтал и больше делал, было бы все быстрее. В среднем уходит на отстройку час. Полностью гитары с новыми струнами. То есть поменяли струны с новым калибром. Примерно уходит час. Я просто смотрю на тюнер и кручу винт. То есть винт тот, который внизу, это я проверяю первую струну. Винт, который вверху, я проверяю шестую струну. Вот сейчас по шестой струне нам нужно на тюнер. Вот, тюнер. Вот, сейчас ми выровнялась. Проверяем. По первой струне. По первой струне нужно ослабить. Перфекционисты, в общем, здесь в пролете. Потому что скажут ой, неровно у нас-то струны, ой, эти пружины порчат. Это требует настройка. Все остальные струны выровнялись как нужно. То есть мы проверяем по шестой струне, крутим верхний винт и по первой струне крутим нижний винт. Все просто. Я бывший басист, не умею пользоваться тримовой системой. После каждой операции проверяем строй. Ольга. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Если струна вдруг оказывается перетянутой, ее лучше подтянуть чуть-чуть Подтянуть в плане вот, как-то двинчик Не затянуты до лоди Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Нужно еще смазать Потому что струны немножко заклинивают в тех местах, где они соприкасаются с порожком, с седлами Чтобы устрой лучше держался, нужно все эти места просто прокапать маслом Я не вижу, вот Смотрите, тоже места нужно Лучше, конечно, ретейнер ставить роликовый Либо такие палочки, чтобы не было такой пластины Но этот фендер сделан под старый Поэтому все сделано как в старину Убираем излишки И опять проверяем Субтитры делал DimaTorzok Просят поиграть А я не умею Ну, вроде у нас уже лучше То есть играем специально, чтобы струны уже смотреть, как они уже ведут себя Как они себя ведут уже Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Перегруз тут, наверное, не нужен Подправлять не будем на седлах Перегруз Интересно Ну, собственно, все Гитара отстроилась Остальное подводится уже под гитариста То есть в данный момент у нас гитара отстроена И когда гитарист, хозяин гитары, возьмет гитару И мы там уже посмотрим Может где-то нужно будет подкрутить что-то там Как-то еще подровнять Ну, высоту датчиков Либо за счет содел Либо прогиба грифа Это уже мы смотрим, как играет гитарист Вот, то есть, ну, как бы В среднем я настроил Гитара готова Может приезжать забирать Всем пока! Гитара готова! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!